но можно когда-нибудь созрею но пока не хочу друзья рад вас приветствовать на моем канале и поэтому снова возьму на себя смелость изложить свой взгляд о вращении на героколесе так как для некоторых из вас возможно пришло время уже погрузиться в увлекательный и неповторимый мир вращения на героколесе почему увлекательный и неповторимый увлекательный потому что сделав один разворот на моноколесе вы с увлечением попробуйте сделать еще и не один поверьте а почему неповторимый а потому что вряд ли вы сможете сделать два абсолютно одинаковых разворот да это вам и не нужно а вот что вам нужно для этого я вам сейчас поведу вот едете вы на героколесе и вдруг вспомнили что дома забыли выключить утюг или газ и вам надо срочно развернуться вы делаете плавный вираж и разворачивать прошу а если вы едете в толпе прохожих и у вас нет места для плавного разворот согласитесь что это долго а утюг нагревается и газ идет поэтому надо научиться это делать быстро на месте не теряет драгоценные секунды на выписывание виража удобней тренироваться естественно на сухом асфальте с накачанными на три атмосферы покрышками моноколеса одевшись по погоде и уровню владения колесом и религиозным предпочтением начинать разворот рекомендую оставив на колесе толчковую ногу у меня лево далее чуть притормозили свое движение и толчковую ногу крепче прижали к колесу и напрягли одновременно выставив в сторону другую ногу и наступив на асфальт максимально затормозив свое прямолинейное движение одновременно перенеся центр тяжести в опущенную ногу это будет своеобразный якорь то место вокруг которого пойдет разворот хорошо если поможете себе в этом руками сделав реверсивное маховое движение в горизонтальной плоскости как только колесо притормозилась вашей ногой и пошел разворот наклон корпуса держите в сторону дальнейшей поездки и сразу ставите ногу снова на колесо педали в пол и вуаля вы едете уже домой выключать газ и утюг квартира спасена вращение вокруг своей оси на героколесе и разворот с микрорадиусом вещи схожие но как вы понимаете из названия разных но иногда переходящий из одной в другую и наоборот разберем микроразворот микроразворот на колесе есть постепенно повторяющийся поворот то есть вы едете по кругу минимально возможного диаметра с наклоном вперед и в сторону разворота главное чтобы вы смогли потом найти точку выхода из него а потом и направление домой для безопасной тренировки и подготовки к вашему вращению на колесе можно поездить вокруг столба взявшись за него рукой и если удобней ногой дабы не изменять всеобщему тренду на безопасное перемещение на героколесе напомню о средствах пассивной безопасности шлем перчатки и налокотники по желанию и на коленнике хотя степень их актуальности прямо пропорционально активности при катании голова у вас гарантированно будет кружиться сопровождая это неприятными ощущениями но также гарантированно пройдет после нескольких дней тренировок если конечно у вас не обнаружится к этому времени медицинских противопоказаний вращение без проезда по микро окружности а только на одном месте то есть вокруг своей оси сложнее и требует первоначальных навыков разворота устраивайтесь еще поудобнее я продолжаю для этого нужно чуть наклониться в сторону вращения соблюдая более вертикальное положение помогая для резкой и интенсивной раскрутки руками и ногой как противовесами главное при наборе оборотов соблюдать более вертикальное положение корпуса так вы будете крутиться вокруг своей оси то есть колеса этот вид раскрутки хорошо осуществлять проезжая мимо столба чуть к нему наклониться напрячь толчковую ногу на колесе теперь через нее будет проходить ось вращения раскрутить себя рукой зацепившись за столб требуется высокая концентрация внимания и отслеживание своего вертикального положения центробежного ускорения и контроля наклона тела не допуская выхода центра тяжести за ось вращения центробежное ускорение контролируется отводом в сторону ноги или руки при сильно отведенной ноге скорость ниже подведя ногу к туловищу скорость выше но теряется энергия раскрутки ввиду отсутствия маховой части научившись мир вокруг вас начнет иногда мелькать затейливом калейдоскопе но уже с предсказуемыми последствиями с уважением вел репортаж с орбиты моноколеса ваш тимофей спасибо бывают случаи когда удобно развернуться или начать вращаться зацепившись ногой проезжая миловыступающего объекта было бы неплохо к этому времени иметь представление о езде спиной вперед на счастье у меня есть урок по езде спиной вперед на моем канале глазу подъезжаем к опоре смещаем центр тяжести к ней напрягаем ноги и резким и сильным движением раскручиваем себя вокруг своей оси обязательно держите в границе центра тяжести ось вращения и контролируйте ее наклон обратный горизонтальному смещению короче чтобы голова не выходила за диаметр окружности вращения иначе центробежная сила вас опрокинет ну а теперь покажу разворот переходящего вращения вокруг своей оси едем чуть притормаживаем якоримся ногой начинаем разворот он переходит во вращение усиливаем силу вращения с помощью отведенный в сторону ноги и переведя центр тяжести в колесо сужаем радиус окружности одновременно опуская ногу этим повышаем скорость вращения и осевую стабильность иногда чтобы не удавить в грязь лицом и быть достойным катания на моноколесе хожу в музей изобразительного искусства имени Пушкина если я вам был полезен я рад пишите в комментариях предложения и пожелания с уважением тимофей то есть и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok